Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трико Бум. И сегодня я хочу предложить вам вот этот узор, который своим рисунком напоминает зыбучие пески. Или тот песок, который остается на пляже после отлива. Посмотрите вот на эту волнистую линию, которая начинается от самой резиночки и затем вот так проходит по всему полотну, уходя постепенно налево и исчезая в определенный момент. Узор очень простой по своему исполнению, с ним справятся даже начинающие вязальщики, а вот это его изнаночная сторона. Так как такие узоры обычно мы выполняем на теплых зимних изделиях, то резиночку к нему я подобрала 2х2, и высота этой резиночки должна быть не меньше хотя бы вашего большого пальца. Тогда она не только будет хорошо держать низ изделия, но и сохранять хорошо тепло. Для того, чтобы связать этот образец, наберите на ваши спицы количество петель кратное 12 плюс 2 кромочные. И после того, как вы провяжете резиночку, можно приступать к выполнению первого ряда. Для работы нам понадобится еще дополнительная спица или булавка. Тот инструмент, которым вы привыкли делать жгуты. Итак, после кромочной петли провязываем 1 изнаночную, 4 лицевых, далее 2 изнаночных, 4 лицевых и 1 изнаночную. Это весь раппорт на 12 петлях. Теперь его нужно повторить. 1 изнаночная, 4 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых и 1 изнаночная. Вот мы с вами уже провязали 2 раппорта. Повторяем. Изнаночная, 4 лицевых, 2 изнаночных, снова 4 лицевых и 1 изнаночная. И заключительный раппорт провязываем его полностью. Кромочная, которую провязываем лицевой. Первый ряд готов. С изнаночной стороны второй ряд провязывается так, как смотрит петля. Лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные, изнаночными. И продолжаем так до конца ряда. Закончили второй ряд. Третий и четвертый ряд повторяют первый и второй. После кромочной 1 изнаночная, 4 лицевые. 2 изнаночные, снова 4 лицевые. И 1 изнаночная. Повторяем этот раппорт до конца ряда. Заканчиваем третий ряд. Четвертый ряд провязываем петли по рисунку, так как они на нас смотрят. Лицевые петли провязываем лицевыми, а изнаночные изнаночными. И так до конца ряда. Итак, мы с вами провязали сейчас 4 ряда. И вот здесь у нас очень хорошо просматриваются вот эти вот полосочки из лицевых петель, а между ними бороздки из изнаночных петель. Сейчас мы будем вот на всех вот этих полосах из 4 лицевых петель делать жгуты. Начинаем сейчас пятый ряд. После кромочной изнаночные петли провязываются изнаночными. А здесь делаем жгут. Снимаем первые две петли на вспомогательную спицу. Следующие две лицевые провязываем. Возвращаем эти две лицевые на левую спицу и тоже провязываем их лицевыми. Жгутик готов. Изнаночные петли провязываются. И вот снова 4 лицевые петли. Первые две снимаем. Следующие две провязываем. Возвращаем с булавки снятые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми. Затем провязываем одну изнаночную. Это был весь раппорт пятого ряда. И теперь продолжаем так до конца ряда, выполняя жгутики вот на этих полосках из лицевых петель. Изнаночную провязали. Из этих четырех лицевых первые две снимаются. Следующие две провязываются. Теперь эти возвращаем на левую спицу. Тоже провязываем их лицевыми. А далее две изнаночные. Снова у нас полоса из лицевых петель. Снимаем первые две. Следующие две провязываем. Теперь эти две возвращаем на левую спицу. Провязываем их лицевыми. И далее изнаночные петли. Вот уже два раппорта провязаны. И так до конца ряда. Шестой ряд провязывается, как и предыдущие изнаночные ряды, по рисунку петли. Лицевые петли провязываются лицевыми. Изнаночные провязываем изнаночными. И так до конца ряда. И вот мы с вами уже провязали шесть рядочков. И наша волна ушла дальше в левую сторону. Сейчас мы будем провязывать седьмой ряд. Он провязывается, как первый и третий. То есть вначале у нас одна изнаночная. Затем четыре лицевые. Две изнаночные. И снова четыре лицевые. В конце раппорта мы провязываем одну изнаночную петлю. Это весь раппорт. Теперь нужно его повторить до конца ряда. Одна изнаночная. Четыре лицевые. Две изнаночные. Четыре лицевые. И одна изнаночная. Это был второй раппорт. И продолжаем так до конца ряда. Готов седьмой ряд. И восьмой ряд провязывается, как и все предыдущие изнаночные ряды. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, а изнаночные изнаночными. Итак, мы с вами закончили первую часть раппорта. Сделали один жгутик. Сейчас переходим ко второй части. И там вот эти наши косички будут располагаться в шахматном порядке. Поэтому в начале ряда мы сделаем небольшое смещение вот этих наших полос из лицевых петель. После кромочной петли мы провяжем две лицевые. А затем две изнаночные. И теперь полоса из четырех петель лицевых. Первая, вторая, третья и четвертая. Далее две изнаночные и две лицевые. Вот так провязывается раппорт в девятом ряду. Повторяем. Две лицевые. Две изнаночные. Четыре лицевые. Вот они у нас проходят над полосой из изнаночных петель предыдущей части раппорта. И далее две изнаночные и две лицевые. Мы закончили второй раппорт. Снова его повторяем. Две лицевые. Две изнаночные. Четыре лицевые. Две изнаночные и две лицевые. И заключительный раппорт. Две лицевые. Две изнаночные. Четыре лицевые. Две изнаночные и две лицевые. Кромочная. Девятый ряд готов. С изнаночной стороны все петли провязываются по рисунку. То есть над лицевыми петлями мы провязываем лицевые петли, над изнаночными изнаночные. И так до конца ряда. Сейчас мы начнем вязать одиннадцатый ряд нашего раппорта. Он полностью своим рисунком повторяет девятый ряд. После кромочной петли мы провязываем две лицевые, дальше две изнаночные, четыре лицевые, две изнаночные и две лицевые. Это первый раппорт. Повторяем. Две лицевые, две изнаночные, четыре лицевые, две изнаночные и две лицевые. Готов второй раппорт. И повторяем так до конца ряда. Двенадцатый ряд провязывается по рисунку петли. Над лицевыми провязываем лицевые, над изнаночными изнаночные. В тринадцатом ряду мы снова будем делать жгутики. После кромочной петли провязываем первые две лицевые, затем две изнаночные. А вот здесь, где у нас идут подряд четыре лицевые петли, мы делаем жгут. Снимаем первые две на вспомогательную спицу, оставляем их перед работой. Следующие две провязываем. Эти две возвращаются на левую спицу и тоже провязываются лицевыми. Затем у нас идут две изнаночных петли и снова жгутик из четырех петель. Только здесь у нас вот эти две петли относятся к первому раппорту, а эти ко второму. Эти две петли снимаются. Следующие две провязываются. Теперь эти две возвращаем на левую спицу. Провязываем их лицевыми. Затем идут две изнаночные. И следующая полосочка из четырех лицевых петель. Снова делаем на ней жгутик. И так до конца ряда. Вот последняя полосочка из четырех лицевых петель. Делаем здесь жгутик. И в конце у нас остается четыре петли. Мы их провязываем две изнаночные, две лицевые и кромочные. Мы с вами закончили тринадцатый ряд. С изнаночной стороны все петли провязываются по рисунку. Лицевые петли над лицевыми, а изнаночные над изнаночными. Провязан четырнадцатый ряд. И сейчас у нас остается последний лицевой ряд раппорта в высоту, пятнадцатый. То есть после кромочной у нас идут сначала две лицевые. Затем две изнаночные. Далее четыре лицевые. Две изнаночные и две лицевые. Повторяем. Две лицевые. Две изнаночные. Четыре лицевые. Две изнаночные. Две лицевые. Готов второй раппорт. И так до конца ряда. Пятнадцатый ряд готов. Шестнадцатый. Заключительный ряд всего раппорта в высоту провязываем так, как смотрит петля. Лицевые петли провязываются над лицевыми петлями, а изнаночные над изнаночными. Мы с вами закончили провязывать один раппорт в высоту, а на образце у меня сейчас три. И вот как очень красиво просматривается вот эта волна, уходящая влево. Как вы убедились, узор очень простой. Схема практически во время работы не понадобится, потому что при выполнении уже одного раппорта она запоминается. Еще раз посмотрим изнаночную сторону. И на этом я свое видео заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о каждом новом видео. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...